МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Объявился вечно молодой политик, бывший комсомолец Сергей Тегибко. Он заявил, кстати, он заступный головой партии регионов, начал говорить о том, что Влада Неповынна выкористовывает из силового сценария в Украине. Сергей Леонидович, где же вы были все это время? Напоминаю, 2004 год, когда вы, предав нынешнего президента, бежали из его штаба, начальником которого вы были. Но это ваши политические убеждения. 737-7310, телефон прямого эфира. Звоните нам, задавайте свои вопросы в эту студию. Как известно, сегодня за закрытой дверью прошло специально или еще проходит специальное заседание Кабинета Министра Украины во главе с пока еще премьером Николаем Азаровым. На этой встрече после общения со всеми членами Кабмина остались только силовики, которые, по нашей информации, должны были предоставить Николаю Азарову некий доклад о реальной ситуации в стране. Хотя, чего тут докладывать, если все и так видно, что происходит в Украине, в нашем государстве. Тем не менее, опять-таки, ссылаясь на ряд источников, прежде всего, некоторые интернет-издания уже расповсюдживают расповсюдживают такую информацию. Протокольным решением принята такая думка, что в Украине необходимо увеличить количество бойцов спецподразделений «Беркут» и «Грифон». «Грифон» — это спецподразделение, которое охраняет суды. Ну, «Беркут» с «Беркутом» — все понятно. Полет над низдом кукушки. Так вот, их численность планируется увеличить в 6 раз — с 5000 до 30. Хотя, мне кажется, официально их может быть и 5, а не официально намного больше. Опять-таки, ссылаясь на ряд источников, на этом совещании принято решение о создании неких народных дружин, в которые войдут так называемые «тетушки». Ну, понятно, официально это не обозначено, тем не менее, вот такая информация есть. Ну, и опять-таки, из резервного фонда Кабмина выделяются государственные средства, средства налогоплательщикам на приобретение дополнительного обмундирования боеприпасов, амуниции, вооружения для спецподразделений. Ну, и говорят, что наиболее такими острыми, наиболее задиристыми были представители трех министерств. Это глава Минэнерго Эдуард Ставицкий, министр аграрной политики Николай Присяжнюк и глава Минюста Елена Лукаш. Это не наша собственная информация. И опять-таки, ссылаюсь на ряд источников. В том числе, уже такая информация в открытом порядке появляется в интернете. Страсти не нагнетаю, но констатирую то, что есть. И американцы напоминают о том, что данную ситуацию в Украине они прогнозировали еще 20 лет назад. А речь идет ни много ни мало о развале страны. Лично мне этого допустить не хотелось бы. А все сегодня складывается таким образом. Наталья Каптусарова, кандидат политических наук в нашей студии. Наталья, здравствуйте. Если получится, мы еще свяжемся с Киевом, с политологом Юрием Котляревским, который находится в столице Украины, как очевидец, расскажет, что там происходит. Ну и главное, хотелось бы услышать его мнение версии происходящего. И самое главное, что же нас ждет Родину, в том числе в будущем, ну Родину в понимании Украины. Я думаю, Сергей, что вам сейчас никто не скажет, что ждет Родину в будущем. Ну только Господь Бог, с которым связи у нас уже нет. Почему? Потому что, знаете, старая присказка историков, что революцией нельзя управлять. То есть на самом деле у нас уже точка невозврата пройдена, и на волне на гребне революции можно въехать либо в ад, либо в рай. Вот как оно будет, достаточно сложно говорить. Что касается той информации, с которой вы говорили по поводу закрытого заседания Кабмина, фактически уже появилась информация о том, что Кабмин не намерен и не будут отменять на завтрашней сессии, неочередной сессии Верховной Рады Украины эти законы 16 января, так называемые. Более того, Владимир Литвин заявил, что он не видит 226 голосов на то, что конституционное большинство для принятия каких-либо законных изменений. То есть решение о Кабмине, об отставке Кабмина будет ли приниматься или нет, на ваш взгляд? Я сомневаюсь. Почему? Потому что, смотрите, оппозиции, ну, то есть вот у нас почти два месяца, да, идет, по сути, война уже. Ну, во всяком случае, хотя бы война мнений, да, у нас уже появились огнестрельные оружия, у нас погибают люди, у нас идет противостояние между разными группами населения. И уже доведена до крайности эта ситуация. И вчера оппозиции предложили, то есть президент дал понять, что он готов к переговорам, и он готов принять фактически все условия, да. Но я не думаю, что президент готов инициировать собственную отставку. Вот, перехватили, я специально промолчал, думаю, вы сейчас сами скажете. Вот, и для того, чтобы сделать отставку Верховной Рады Украины, уже появилось мнение Конституционного суда, но президент этого сделать не может. Только, собственно говоря, депутаты, мы уже переживали этот процесс, когда в 2006, да, кажется, оппозиция сложила свои мандаты и таким образом инициировала перевыборы. Наталья, у нас есть телефонный звонок, насколько я понимаю, с Киевом. Правильно? Нет, не с Киевом. Есть телефонный звонок, просто в студии. Здравствуйте, в прямом эфире. Алло. Да, добрый вечер. Да, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос к поликологу. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы, пожалуйста, президент, который не признает голодовой геноцидов официально. Его отношение к крови собственного народа, его никакое количество крови не остановит. Это вопрос или констатация факта? Нет, это вы не видите здесь связи, прямой. Я вижу здесь связь. Спасибо за вопрос. Дело в том, что мне очень не нравится ситуация, когда то одна, то другая сторона начинает играть на… Я понимаю, что если у нас не будет истории Тома Манкурта, но играть на каких-то прошлых исторических событиях, по сути, завуалируя то, что происходит сейчас, в настоящее время. Потому что, ну опять же, появилась информация о фракции Коммунистической партии Украины, от нее, да, что они готовы поддержать отмену законов, кроме двух. Значит, это закон, я тут даже посмотрю, чтобы это было дословно. Один закон об уголовной ответственности за разрушение памятников героев Великой Отечественной войны, они не поддержат изменить отмену этого. Они и Ленина имеют в виду, да? Нет. Вот. И второй закон, они не будут поддерживать это отмену закона, да, об уголовной ответственности за пропаганду фашизма и нацизма. То, собственно говоря, мы одной рукой, ну или, значит, у нас власть, да, одной рукой предлагают переговорный процесс, с другой стороны, вдруг возникают люди, которые относятся к правовластному большинству и говорят, что они этого делать не будут. Вот. Поэтому достаточно сложная ситуация, достаточно анекдотичная. Сегодня было зарегистрировано два законопроекта, причем представителям партии регионов и Одесситом Николаем Рудковским. О Рудковском говорите, конечно. Да, и два законопроекта, которые я хотела бы озвучить. Значит, законопроект 40.18 – это ликвидация Беркута, противовес того, что должны увеличить, ну, то есть ликвидация всех спецслужб, да? И второй законопроект 40.20 – это вот отмена вот этих вот поведений в неочередных выборах Верховной Рады Украины и органов местного самоуправления. Я хотела бы подчеркнуть, что вот эта вот недоговоренность, которая возникает и с одной и с другой стороны, да, оппозиция требует, ну, у нее есть ряд условий, в том числе и перевыборы Верховной Рады Украины и президента, да? И тут вдруг, в общем, ну, ненавязчиво на бумаге появляется фраза «и органов местного самоуправления». Таким образом, естественно, этот законопроект провалят, потому что в переломный момент, кризисный момент, если Украина вообще останется без власти, да, без Верховной Рады, без президента и без органов местного самоуправления, а также без исполнительной власти, это областных администраций государственных, а уже в десяти областных государственных администраций, ну, их не существует по факту, да, то совершенно непонятно, что будет происходить с Украиной. Кстати, сегодня Чернигов добавился к этому списку, там вообще без крови, слава богу, вообще зашли просто в администрацию государственного областного совета, но это зашли просто так, спокойно, без штурма. Опять же, это вопрос передергивания фар и недоговоренности с двух сторон, да, то есть, когда, ну, скажем, оппозиция заходит на переговоры и выходит, но почему-то оппозиция дает информацию, что захватила, когда заходит формально на первый этаж Черниговской, это областной совет, то есть, они пришли к своим избранникам, но не дошли до облгосадминистрации. Поэтому, вот, когда мы начинаем играться терминологией, то у людей, те, которые не отслеживают тщательно эти события, возникает, ну, такая вот иллюзия событий, которая, картиночка, игрушка, иллюзия событий, которые происходят в этой стране. Это очень опасно на самом деле. У нас есть телефонный звонок, у меня будет вопрос об опасности. Здравствуйте, вы прям в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Не кажется ли вам, что главная беда в том, что одна и часть мастерии ждет, ты, знаешь, кто может быть следующим хорошим царем? Не должно быть больше в Украине царей. Вот люди должны осознать, что главное не кто будет там самым главным, а главная система, при которой никто не может своей волей отменить Конституцию, своей волей двигать чекуру на этой доске назначений. Кто может себе представить, что президент Соединенных Штатов без сунглеза и Сената изменил Конституцию? Вот почему мы не можем понять, что самое главное это система, в которую только виновник, я считаю, всего, что сейчас происходит, там бродитировал. Людям надо это разъяснять. И как вы считаете, разве не в этом самый главный корень? Спасибо огромное. Я абсолютно согласна, я только немного перефразировал, людям надо говорить об ответственности, сейчас гражданской ответственности в тех событиях, которые происходят сейчас. Ну, может быть, вот Дмитрий Волшенков, который был передо мной в гостях, он говорил о сопричастности партийцев. Но сопричастность граждан должна быть. Если мы думаем, что мы отсидимся, ну как одесситы, мы тут переждем чуть-чуть, отсидимся и посмотрим, кто потом придет и договоримся, то, к сожалению, я думаю, что в этой ситуации такого уже не будет. По сути, Украина, то есть такая кризисная ситуация, что Украина катится в пропасть. И вот чем закончится совершенно непрогнозируемо сейчас. Наталья, наши телезрители забирают у меня мой хлеб, не даю задавать вопросы, ну, общаемся с городом. Видимо, тема актуальна. Вы приоритете, уважаемые телезрители, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Алло. Да, так говорите. Добрый вечер. Я львовянин, российском новом львовянин. Находусь в Одессе в командировке и в пультовом передаче. Очень интересно было послушать тротиного одессе, и вот наблюдаю вопрос политологов. У меня не вопрос, у меня не констатация, у меня совет всем адаптитам. Или учите украинский язык, или объединяйтесь, потому что вы прозевали, когда в Карпатах в 20 лет учили по языку. Вы сейчас интеллигентные люди, рассуждает, звонит вам на эфир, рассказывает о том, как надо вышить, все это красивое. Ребята, к вам идут бандиты. Мы львовяне. Мы знаем, что такое. Принят, потому что, если вы не москали, москалят не могу лягнуть. Если можно, то есть вопрос, пожалуйста. Вы где в Львове живете? Где вы живете? В каком районе города? В Галицьком. В Галицьком. В каком улице? Я еще партия за Львови з 2003 года. Я пришел в Майдан, я пришел выбором 6, 7 и 10. Поэтому, поверьте мне, я щиро ирганен, и я знаю, про что я говорю. Я знаю, что мне расплачивается за продаж. И в Львовской области, я так чувствую, и в Одессе в области. Я так понимаю, какие смотрящие, какие термины, какие деборские области. Люди уже доведены до храма. Полностью, понимаете? Поэтому, просто, очень большая порада. Не думайте, что это так просто. Люди на защите Украины, на жаль, уже никаких на поступки не пьют до них. Ну, вот таке запитание, что это действительно было львовьяне, нам очень радует нас, что нам телефонуют на нашу программу. Спасибо за запитание. Я все-таки еще раз поговорю об ответственности, о том, что революцию нельзя управлять. По факту, те боевые действия, которые сейчас идут на Грушевского, это ведь, ими руководить не оппозиция. И их не может, уже в настоящий момент, вся информация, которую мы знаем, то есть все факты покажут, что оппозиция не может управлять этим процессом, этим правым сектором. И, по сути, оппозиция сейчас выдвигает какие-то условия, делит портфели. Я думаю, что сейчас под давлением Майдана она выдвинет ряду условий, я даже могу перечислить, какие, и откажется. Ну, хотя, де-факто, вчера Яценюк и Кличко согласились принять на себя ответственность, то есть, ответили положительно, да, вот если. Вот. Что касается бандитов, ну, я очень прошу по поводу ответственности. Мне хотелось бы просить всех одесситов все-таки не бросаться в крайности с оружием, дубинками, каким-то другим образом и переходить вот к активным боевым действиям на уровне Одессы, Одесской области. Потому что, фактически, вот наш уважаемый львовянин, да, ну, нам что, в партизаны сейчас уходить? В катакомбы? В катакомбы, ну, по сути, то есть, к чему мы сейчас докатимся? Я думаю, что на уровне обны, я думаю, что мы можем сесть и все решить, ну, за круглым столом. Я хотя бы на уровне региона сейчас. Что касается ситуации в стране, если мы идем к прямому народовластию, да, ну, по сути, к тому, чему сейчас призывает оппозиция, то давайте тогда, опять же, переходить, ну, если мы уважаем Конституцию Украины, да, и требуем возврата Конституции Украины 2004 года, где написано, что властью Украины является народ, да, верхунного, то, собственно говоря, давайте уже тогда инициировать, ну, как-нибудь обойдем формальности, но все-таки проводить референдум. Потому что, по факту, когда горстка людей, значит, поверьте мне, что у меня есть друзья, и есть люди, которые стоят на Майдане, я их очень уважаю, у меня есть друзья, как с одной и с другой стороны, я сама была на Майдане, и здесь мы в регионе пытаемся это осветить достаточно объективно, вот, но поверьте мне, что если мы будем это делать все боевыми действиями, то закончится это все очень плохо. У нас есть телефонный звонок, здравствуйте. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Спасибо вам за прямой эфир, я приветствую вашу студию, она практически осталась одна в городе, одеться и то, и у меня вопрос по ритмологу. Вы помните, когда в 2004 году была создана Северо-Донецк, захотели создать Северо-Донецкую республику, как с ними расправились? За раскол Украины их посадили, правда же? Я сразу вам говорю, виноват во всем наш дорогой президент, потому что он допустил такую ситуацию. Но если западные уже регионы отделились, я хочу знать, как политолог, на что они будут жить, или они по старинке будут получать все, вот сейчас заплаты идут, и все. Понимаете, ведь ситуация такая, что нам никто не объясняет. Вот они объединились, оба администрации. Значит, получается, они пошли на самостоятельность. А что будет делать остальные восточная Украина? Она будет работать и до пациона давать туда опять деньги. Вот за чем вопрос. И никто нам не говорит, а городомор, это страшное дело. Моя бабушка русская пухла, а дедушка украинец мой, который родился по имени Калинник, он никогда не говорил по-украински. Я когда его спрашивала, он мне детка, я же родился в Новороссийском крае, не надо нас разъединять. Мы все разные, но мы любим Украину. Поэтому я хочу призвать всех действующих наших правителей, которые ошиблись, которые нас были не до такого состояния, вот приходить на такие программы, и чтобы мы вам сказали, они как крысы спрятались. Я в воскресенье пошла на область администрации. Где были все наши депутаты в партии регионов? Там единицы какие-то были людей, а скорик там был, ну что дальше? А они все прятались. Спасибо огромное, спасибо огромное, что вспомнили Северодонецк. Вот перед вами сидит непосредственно участник тех событий. Слава Богу, не посадили, работаю в этой студии. На перспективе еще есть по закону об экстремизме. Закон по амнистии тем более есть, уже не страшно. На самом деле это вот один из главных вопросов, на который сейчас ответить не может никто. Значит, будет ли, то есть сейчас события развиваются так, что в принципе можно говорить де-факто о разделении, о развале Украины. Де-факто. До Юра этого пока еще не существует, потому что западные области, их там не 4, не 2, а их 6, извините, то есть это достаточно серьезно, а если 10 областей, включая Чернигов и часть Восточного пояса, то, грубо говоря, половина Украины уже перешли против нынешних... Хотя сегодня суд отменил создание вот этих народных рад. Естественно, суд отменил создание, но по сути там ликвидированная исполнительная власть, это прямая президентская вертикаль, но остались областные советы, то есть каким-то образом теоретически это может быть управляемо. Самое страшное в этой ситуации и теперь оппозицию и будут объединять именно в этом в невыполнении в провале бюджета. Почему? Потому что по своему статусу областные советы сейчас не могут через казначество распределить бюджетные деньги. То есть, собственно говоря, бюджетники, учителя, милиция, армия, здравоохранение не получат тех денег, на которые они рассчитывали. Но, соответственно, все проплаты, все работы, связанные с бюджетом, с проплатами из бюджета не будут выполнены. Соответственно, достаточно много людей не получат заработную плату в социальные платежи, включая ветеранов Отечественной войны, и это приведет к социальному взрыву. Сейчас пока это еще такие политические баталии, а социальный взрыв гораздо страшнее. Тем более, впереди начало месяца, когда подходит период выплат пенсии и непонятно, сегодня что будет. это иллюзия, что Западная Украина ничего не делает, а мы вот тут, вернее, Донбасс обеспечим. Кстати, Донецкая область дотационная, могу доказать завтра это сделаю в прямом эфире. В ряде западных областей у них есть достаточно много, даже если мы будем говорить простыми словами, лес, на основании, вот у нас Норвегия, Скандинавия, вся живет на туризме и деревообработке. Другое дело, какие последствия это будет иметь для Украины в целом. Я очень надеюсь, что мировое сообщество тоже не допустит вот этого развала, а самое страшное, вот если будет раскол, если будет партизанщина, если будет оружие, что сюда ведут миротворческие войска. Кстати, есть уже предложение обращения к Организации Объединенных Наций. Если мы месяц назад или три недели говорили, что да нет, ну это невозможно, кому мы тут сами справимся, то теперь этот сценарий достаточно серьезно расправлен. Есть телефон из-за нот, Наталья. Здравствуйте, у тебя в прямом эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Значит, конечно, мне и формат дискуссии, но только момент. В свече отговоряйте, какие-то очень-таки сложные шаги выискивают, как бы выявление. Ситуация решения, оно как обычно решено на поверхности, но и поэтому и не видно. Если бы понятно, что президенту сложно по огромным причинам активнее выбора, это вполне нормальный выход из ситуации. Разберись во времени, да, там, парламентские выборы, допустим, через полгода президентские выборы, через... И выборы в межрежиметные, допустим, через... Ничего страшного. Понимаете, 90% экономики страны находятся в теневом сетке. Она неучтенная. Страна никак это дело не потеряет, не переживет. Это, кстати, очень хорошая привилка на сегодняшний день для страны. Мы все крутимся, вся хула в нем в сердце. И это прекрасная возможность для переформатирования вообще страны. Ведь в Синдии, вот и как раз, если переформатироваться, как раз и вынесут на поверхность кто-то татационный, а кто-то татационный. Потому что, если оставлять хотя бы 50-60% денег, заработанных на местах, оплачивать только армию, только силовую структуру реформированные, медицину перенести в основном на страховую, к примеру, в Телоруссии, за опытами регионов... Все, понятно, спасибо, бережем время эфира. Как не сделать? Я понял, спасибо, спасибо, я прерываю другие зонки. Все просто ищут более практически прагматичный выход из ситуации. Но, опять же, это тема ответственности за страны. То есть президент должен на себя взять ответственность и объявить. По факту сейчас получается, что он, это президент, и его поддержит партия регионов, и, ну, 51, да, 52% страны по выборам. Вот. То сейчас партия регионов не готова на себя взять эту ответственность. Единственное, что может сделать президент, опять же, сделать отставку правительства. Отправить отставку правительства, и тем самым... И они уже предложили это сделать, да, вот оппозиция, возьмите на себя ответственность. И таким образом, то есть, опять же, создать это временное переходное правительство, это одно из требований оппозиции, и дальше уже делать вот выборы как Верховной Рады, так и в местные советы. Но по факту три основных требования, которых, а их на самом деле больше оппозиционно, я их перечислю на всякий случай. Значит, первое требование освобождения всех политзаключенных, включая Юлию Тимошенко. То, что не пойдут? Да, то, что показывают ситуацию, это не пойдут. Отмена всех законов 16 января, мы уже понимаем, что на это тоже уже не пойдут. Вывод войск и милиции из улиц Киева, на это тоже не пойдут, потому что там умирает люди, причем как с одной, так с другой стороны, и провокаторы это или нет, это, ну, тема отдельного разговора следующего, да. Значит, быстрый возврат Конституции 2004 года. Ну, как по себе указ президента о возврате Конституции, то есть, каким образом, какой механизм должен быть? Вот, о механизме самое главное. Самый простой механизм, его кто-то сегодня напомнил, из политологов, Конституционный суд в свое время, когда были выборы Ющенко и Янукович, значит, признали, что вот Конституция подлежит переформатированию. На самом деле, мы пытаемся уйти от президентской республики к парламентско-президентской. То есть, единственным путем, вот как сделали, так и вернитесь назад, Конституционный суд принимает решение, признает Конституцию, отменяет все поправки и возвращает к Конституции 2004 года. Практически, я не вижу, каким образом это можно сделать безболезненно, да. И последнего в свое подписание Ассоциации с ЕС. И вот это перечень требований оппозиции, да, тут без комментариев, и мы понимаем, что власть на это не пойдет. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый. Скажите, пожалуйста, хотела задать вопрос Волошенкову, но не успела. Когда началось это все событие, я сидела в телевизоре, когда Янукович наш уезжал в Китай, это уже было заваруха, уже Майдан стоял. Разве можно было его оставить в таком состоянии и уехать спокойно себе в Китай. А сейчас, конечно, он сожалеет об этом. Надо было сначала не дать собираться Майдану. Разознать сначала надо было, сейчас, конечно, это очень нехорошее ключевое слово разогнать. Вот не нравится мне это слово, это первое. А что касается, Наталья, вы ответьте, визита Януковича в Китай, так вы должны понимать, об этом мало кто говорит, но такая информация есть. Оттуда Виктор Федорович привез проект создания на западном побережье Крыма огромнейшего морского торгового порта. Будут его строить китайцы. Вот считайте, половина Крыма уже нет. Или будут узнать. На самом деле история не терпится сослагательного наклонения, если бы. Не знаю, плохие или хорошие советники у президента Украины, и почему, ну, может быть, это надежда на русское или савянское авось, но авось рассосется, погода повлияет, Новый год, они уйдут. И вторая тема, зачем поехал Янукович в Китай, кроме того, о чем вы говорили, Сергей, он поехал туда за деньгами. Вы помните, у нас дыра в бюджете, и она сейчас порядка 78 миллиардов, тогда Украина, бюджет Украины не мог закрыть декабрьские социальные выплаты, стипендии, пенсии и ветеранам, и пенсионерам, ну, то есть, все-все-все-все. Вот, и поэтому искали денег. И были три варианта, да, то есть, Китай, альтернатива России, альтернатива Европейский Союз. И тут уже называется кто даст, кто первым даст. Кстати, Российская Федерация заговорила о том, что необходимо наложить мораторий на выдачу кредита того самого, о котором мы сейчас в этой сфере говорим. одно из условий России, я думаю, сейчас будет либо ведение миротворческих войск, ну, потому что под флагом России? Ну, возможно. Возможно. Наталья, мы немножко затронули, есть телефон, не дают мне задавать вопросы. Добрый вечер, вы прямо в эфире. Давайте. Давайте. Давайте вы. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. 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 Скажите, сколько можно терпеть вот это все издевательство над нами? Сколько можно? Мой отец когда-то после войны там с бандеровцами сражался. Он получил свое здоровье там. И сейчас эти бандеровцы уже приезжают даже в отец. все понятно. Понятно. Спасибо. Наталья, кто приезжает в Одессу? Мне хотелось бы уйти все-таки просить рассудительных телезрителей рассудительных одесситов уходить от клише. То, о чем говорил Дмитрий Волошенков, что западная Украина это бандеровцы, что европейский союз это гей-браки, и там больше ничего нету, ничего хорошего. Ну и соответственно оппозиция у нас там призывает, что партия регионов в ладу гейт, и теперь должна быть новая власть. Что касается приезда, я вынуждена, то есть я была в воскресенье, в субботу и в воскресенье около Болгосадминистрации. Я достаточно хорошо знакома лично и знаю руководителей и боевых членов Батькивщины удара свободы Одесской и Одесской области. Я вам могу сказать, что в 12 часов был достаточно многолюдный для Одессы митинг под Дюком в районе 2,5-3 тысяч там было, это можно проверить, и это были наши одесситы, к которым мы привыкли, мы знаем их в лицо. То, что происходило потом по Добо в госадминистрации, я вам могу сказать, я не член партии регионов сразу говорю, я не рупор там про Владный, я вам могу сказать, что те 700 человек, которые дошли до облгосадминистрации, приблизительно 500 из них это привезенные люди западных областей. Ну просто западенский говар, который западная Украина, и говар Закарпатии перепутать ничем нельзя. Да, там были вот эти 200, о которых я говорю, это так называемый одесский ультрас, причем не в политическом плане, для тех, кто не знает, ультрас это фаны футбольной команды Черноморец, вот, именно они дошли, я вам больше скажу, что они продолжают оставаться в Одессе, и вот меня интересует эта тема, и не зря губернатор говорил об экспорте революции в Одессу, то есть я тоже не понимаю, кому понадобилось. Наташа, об этом будем говорить завтра, в следующий раз, потому что все, время эфира закончено, всем тем, кто не дозвонился, тема Евромайдана, событий в Украине, будет завтра в прямом эфире на нашем канале, сейчас небольшой видеоролик от наших коллег из Киева, телеслужба новостей, канал 1 плюс 1, какими мы запомним эти прошедшие дни января и декабря этого года, те дни, которые изменили нас, те дни, которые потрясли мир, как говорил один из классиков 2017 года. Итак, до свидания, увидимся 28 января. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok